Добрый день, поступил следующий вопрос, оправдан ли совместное назначение таких антидепрессантов, как флуоксетин и венлофоксин? Будет ли это гарантировать больший антидепрессивный эффект и усилится ли побочный эффект этих препаратов? Вообще, надо сказать, что одновременное назначение двух антидепрессантов – это уже далеко не первый шаг при терапии депрессии. Как правило, не как правило, а вообще по стандартам всегда, когда мы говорим о лечении депрессии, мы начинаем с назначения одного антидепрессанта. И только в том случае, если один антидепрессант не подходит, то есть мы не получили от него терапевтического эффекта, а оцениваем мы этот терапевтический эффект, ну, самое раннее, через две недели, а по-хорошему, через месяц от начала приема препарата, мы меняем препарат на антидепрессант другой группы, оцениваем его эффективность, опять нету эффекта, то есть еще практически месяц. И вот только когда, по крайней мере, два антидепрессанта оба не подошли, вот тогда мы можем переходить к назначению двух антидепрессантов одновременно. Что можно сказать про данные конкретных препаратов, которые прозвучали в вопросе? Флоксетин. Флоксетин это фактически первый и такой наиболее, наверное, широко используемый во всем мире антидепрессант из класса селективных ингибиторов обратного захвата серотонин. Флоксетин относится к стимулирующим антидепрессантам, то есть он обладает стимулирующим действием, применяется, как правило, в утренние часы. Из побочных эффектов, как у всех СИОС, на первом месте, пожалуй, стоит тошнота и головная боль, поэтому вот за счет тошноты иногда флоксетин используют при лечении избыточного веса, но об этом мы уже говорили, это не всегда оправданно. Что относится к особенностям флоксетина? К особенностям флоксетина, отличающую от других СИОС, относится то, что у него очень большой период полувыведения. В зависимости, конечно, от состояния пациента, в зависимости от его обмена веществ, этот период может достигать даже недели, может быть, даже и больше. О чем это говорит? То есть, когда мы используем этот препарат, и при переходе с этого препарата на что-то другое, мы должны учитывать, что следы препарата в крови будут присутствовать достаточно долго. Особенно это актуально, когда речь идет о назначении двух одидепрессантов одновременно. То есть, быстро корректировать такую схему лечения совершенно точно не получится. Что касается венлофоксина. Венлофоксин появился у нас в стране относительно недавно, где-то 10 лет назад, но вообще этот препарат достаточно старый. И опять-таки, это первый препарат, можно сказать, из генерации селективных ингибиторов обратного захвата серотонина и норадреналина. То есть, если флокситин воздействует преимущественно на серотониновые рецепторы, то венлофоксин и на серотониновые, и на норадреналиновые. Плюс этого препарата, да, то, что он имеет более широкий спектр воздействия, плюс то, что он обладает успокаивающим действием. Минус в том, что все-таки побочных эффектов у него достаточно много. То есть, если мы его будем сравнивать с препаратами, ну, типа Симбалта, допустим, да, более поздние препараты, это же группа селективных ингибиторов обратного захвата серотонина и норадреналина, то, конечно, побочных эффектов у него достаточно много. И даже не это, на мой взгляд, является главной проблемой. Главной проблемой именно венлофоксина является то, что его дезировку надо цитровать. То есть, если про современные антидепрессанты мы говорим в большинстве случаев, что это прием, как правило, один раз в сутки, то есть доза на один прием. И, как правило, этот прием не пропускается и не забывается пациентам. То с венлофоксином дело обстоит сложнее. Дозу приходится подбирать, на это тратится время. Когда эта доза подбирается, зачастую ее приходится разбивать на несколько приемов. В несколько приемов практически гарантировано половина пациентов что-то будет забывать. Соответственно, равномерной концентрации препаратов в крови не получается. Если же мы говорим о том, что еще одновременно с этим венлофоксином принимается и флуоксетин, то мы получаем вообще достаточно проблематичную ситуацию по определению, что же все-таки мы имеем в крови пациента, какой уровень препаратов и флуоксетина, и венлофоксина. Тем более, что совершенно правильно автор письма задает вопрос, будет ли суммироваться их терапевтический эффект и будет ли усиливаться побочный. Вот в отношении побочных эффектов можно быть абсолютно четко уверенным, что да, они будут суммироваться. Более того, поскольку, как я уже сказал, у флуоксетина очень длинный период полового ведения по сравнению с другими препаратами, а венлофоксин требует тетрования, дозировки и, как правило, неоднократного приема в сутки, сказать, что и как там суммируется побочных эффектов, будет достаточно тяжело. Это просто очень неудобно для работы этими препаратами. Препараты с совершенно разными периодами полового ведения и разным типом действий. Как я уже сказал, флуоксетин – это стимулирующий антидепрессант, то есть он применяется утром, венлофоксин – успокаивающий седативный антидепрессант, то есть их действия будут в этом спектре, по крайней мере, противоположные по своему направлению. Можно, конечно, растащить флуоксетин, назначать утром, венлофоксин – назначать вечером, но тогда, опять-таки, мы сталкиваемся с тем, что мы, собственно, имеем с концентрацией препаратов в крови на каждый данный конкретный момент. Поэтому работать вот этими двумя препаратами именно в такой паре – флуоксетин и венлофоксин – я бы лично не стал. Хотя теоретически использование препаратов разных групп, совместно двух антидепрессантов разных групп, возможно и допустимо, но допустимо оно в случае наличия резистентной депрессии, то есть депрессии, которая не поддается терапии одним антидепрессантам, и второе – эти препараты должны быть более или менее сопоставимы по своим схемам назначения. Здесь же работать будет достаточно неудобно именно вот из-за такой серьезной разницы и в механизмах действия препаратов, и в их терапевтическом спектре, и в режиме дозирования. Но это, опять-таки, мой взгляд с моей точки зрения, с моей позиции, моего опыта. Вполне возможно, что использование этих двух препаратов может быть осуществлено на практике, тем более, что когда речь шла о том, что препаратов не было вообще в конце 90-х годов, использовались одновременные два-три циклика, то есть препаратов гораздо более тяжелых по своему действию, таких как амитриптилин и милипромин, и хотя уж это совершенно ни в какие рамки не вписывается, но тем не менее такая терапия проводилась и получались положительные результаты. Это совершенно не значит, что такой опыт надо повторять, естественно, в настоящий момент. Дополнительную информацию можете найти на нашем сайте mednauka.net и на нашем канале на портале YouTube.com. Спасибо за внимание. Всего вам хорошего.